Я хочу сегодня проповедовать на тему «Ты Бог, видящий меня». Ты Бог, видящий меня. Эта тема интересна тем, что именно этим словом или этими словами был назван источник, исцеляющий душу источник. Цель этой проповеди, чтобы вы в своей жизни открыли для себя этот исцеляющий душу источник, потому что мы в этом нуждаемся, кто больше, а кто меньше. Итак, «Ты Бог, видящий меня». Правда, есть моменты в нашей жизни, когда мы хотим, чтобы Бог нас увидел и услышал. Бывают такие моменты в нашей жизни? А бывает, когда нам этого совершенно не хочется. Тоже бывает. Иногда нам просто все равно, видит нас Он или не видит. Такое тоже бывает. Ну, например, нас не особо волнует то, как я сегодня, допустим, молюсь, как я сегодня слушаю. Правда? Но, тем не менее, Бог это видит. Но нас это мало волнует. Но есть особые обстоятельства в жизни. Ну, например, вы проходите через какие-то испытания, встречаете какую-то боль, какую-то несправедливость, какое-то неправильное отношение к вам. Правда, хочется, чтобы Бог это все увидел. Иногда даже люди говорят, а куда же смотрит Бог? Неужели Бог этого всего не видит? А иногда, как я уже сказал, нам очень хочется, чтобы никто нас не видел. А тем более, Бог, это бывают такие моменты в нашей жизни, когда мы просто идем путями, уводящими нас от Бога. Когда мы просто идем на какие-то соблазны, какие-то сделки и грехи. Итак, ты Бог, видящий меня. Когда нам особо хочется, чтобы нас Бог увидел. Я уже сказал, это когда мы проходим через какие-то испытания и сложности. Когда кажется, нам небо закрыто. Бог не слышит, а люди нас не понимают. Еще бывает такое, когда мы жертвуем, может быть, крупную сумму. То нам хочется. Ну, если не люди, то хотя бы Бог это увидел. Но бывают такие моменты в жизни. И если мы посмотрим в Библию, то я хочу, чтобы вы услышали из 138-го псалма некоторые стихи, которые выражаются в псалме Давида. «Господи, Ты испытал меня, и что знаешь? Ты знаешь, когда я сажусь и когда я встаю. Ты разумеешь помышления мои, что издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, а Ты что? Ты это уже знаешь совершенно». Здесь открывается очень важная истина, что все мы открыты для Бога. И если, например, если это относить к нашей просто защите и охране, то мы не против, чтобы Бог видел, наблюдал и оберегал нас. Но нам не всегда хочется, чтобы Бог нас видел, когда мы ходим какими-то неровными или кривыми путями. Итак, Ты, Бог, видящий меня, именно этими словами был назван один источник. Поэтому несколько слов об источнике. Во-первых, это источник, это, можно сказать, генератор, это поток, который несет в себе жизнь. Есть вещи в нашей жизни, когда мы нуждаемся в малом. Ну, например, сегодня мы хотим отдохнуть, покушать, получить какую-то духовную пищу. Но все меняется в жизни человека, когда, например, он при смерти, когда его сердце останавливается или на какое-то мгновение остановилось. Источник, который, можно сказать, дает нам жизнь, наше сердце прекращает свою работу. Его надо срочно завести. Почему? Потому что, если это не произойдет, то мы просто умрем. И остальное для нас потеряет всякий смысл. Поэтому очень важно у нас, для нас, периодически, чтобы Бог открывал нам свои источники. Особенно, когда мы имеем какую-то особую или крайнюю нужду пред Богом. Итак, источник. Не случайно люди во все времена поселялись возле источника, возле воды. И если, например, даже в течение дня человек, например, не прибегает к этому источнику за помощью, то есть не берет оттуда воду, он доволен тем, и он благоразумно поступает, если он поселился возле воды. Правильно или нет? Почему? Потому что он понимает, что ее жизнь, она зависит от этого источника. И очень важно, чтобы этот источник действительно всегда был полон воды. Итак, два важных момента. Первое. Ты, Бог, видящий меня, это название источника. И этот источник был открыт для какого-то человека, и это послужило исцелением для ее души и спасением той ситуации, в которой она оказалась. Значит, я буду все это говорить на примере одной семьи. Кто меня слушает, вы, наверное, уже догадываетесь, о чем идет речь. Но все это написано в книге Бытие в 16 главе, ну и приблизительно тут со второго стиха и вся глава. Я читать буду только отдельные стихи. Здесь идет речь о жизни Авраама и Сары. Это те люди, которых благословил Бог и дал им обещания или дал им свои обетования. И единство, что от них требовалось, это ждать, когда эти обетования придут в исполнение. Библия на этот счет говорит так, евреям 6.12 написано так, «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования». То есть, чтобы войти в обетования, чтобы их наследовать, нам необходимо что? Вера и долготерпение. Поэтому Бог дает обетования. Например, Бог обещает благословить человека. Бог обещает устроить его жизнь. Бог благословляет или устроит наше будущее, семейную нашу жизнь. Бог обещает это своим делом детям сделать и дать. И когда человек слышит это, он веруя своей, он хватается за это обетование своей надеждой, он полагается на него, а своим терпением ожидает, когда это случится или когда это исполнится. Поэтому никто никогда не ожидал Бога напрасно. Но благословен тот, кто ожидает помощь от Бога в терпении. Слава Иисусу! Как произошло или что произошло, или как произошло в этой ситуации, о которой мы сейчас будем говорить. Значит, все в этой семье было в принципе нормально. Они были достаточно благословенные и богатые. Они имели, кажется, все. У них были слуги, была служанка. Просто единственное, что детей не было. Но Бог им это обещал дать в свое время. И эти люди просто ожидали до какого-то момента. Но наступил момент, когда однажды Сара, жена Авраама, сказала, «Вот Господь заключил мое чрево». То есть, в какой-то момент она перестала ждать, она потеряла веру, и она начинает действовать. То есть, она уже не ожидает исполнения обетования, она действует, другими словами, по плоти. И она говорит, «Вот есть служанка у нас. Может быть, это выход из создавшегося положения». И она это предложение свое сказала своему мужу Аврааму. Вообще, когда человек впадает в неверие, он опирается на что угодно, кроме, можно сказать, кроме Бога. И поэтому, когда он начинает что-то делать, неверие, оно не способно ждать. И поэтому начинается какая-то работа ввиду просто нашего человеческого нетерпения. Но когда мы начинаем действовать по плоти, не доверяя Богу, то мы попадаем из одного затруднения в следующее. Причем следующее, оно становится еще более худшим для нас. Поэтому, ища выход из затрудительного положения, мы всегда должны действовать правильно. Иногда человек делает различные сделки. Он рисует какие-то планы. Он предпринимает какие-то действия с единственной целью, чтобы из этого затруднения выбраться. Вместо того, чтобы оставаться в нем. Вы скажете, а что же здесь плохого, если хочу я изменить свою жизнь к лучшему? Да, плохого здесь ничего нет. Но нашей жизнью управляет Бог. И есть Божий план на нашу жизнь. И Бог сказал, это будет в вашем доме, Авраам и Сара, только в свое время. Но ввиду того, что этим людям, или в частности Саре, она не захотела ждать. Она действовать или начала выходить из этой ситуации чисто человеческими методами. И так поступают, к сожалению, очень и очень многие. Истина состоит в том, что невозможно безнаказанно выйти из положения, когда мы отказываемся подчиняться Богу. Брат впереди меня, он говорил, что есть слава послушания. И я хочу на это обратить внимание. Мы не можем безнаказанно выйти из безусловного подчинения Богу. И когда мы прекращаем это делать, в нашу жизнь приходят неприятности. Хотя на первый взгляд вы пытались от них избавиться. И вот здесь, в этой ситуации Авраам и Сара, они прибегают к помощи Агаре. И когда они это сделали, они навлекли на себя еще большие неприятности. Почему? Потому что они прибегли к человеческой помощи. Все. Когда человек это делает, во-первых, он начинает суетиться. Во-вторых, он теряет сердечный мир и покой. Вроде бы какая-то деятельность происходит, но человек самое главное теряет. Он, можно сказать, вышел из области присутствия Божия, с области доверия Бога и начинает что-то в жизни своей предпринимать, полагаясь уже на свои силы и на свой разум. В результате что случилось? Смотрите. Агарь, увидев, что она зачала, стала презирать госпожу свою. Удивительно, что Сара не была этого достойна. До этого момента она ее уважала. И она была этого достойна. Но случилось то, что случилось. Почему она стала презирать ее? Потому что, можно сказать, она увидела слабые стороны в жизни Сары. Она увидела это и стала ее всячески просто унижать. Поэтому достоинство Сары, оно было попрано ее служанкой. Безусловно, это было большой болью для ее сердца. Она увидела эту слабость и стала ее что? Презирать. Когда мы просто выходим из полной зависимости от Бога, мы теряем что-то важное. Мы теряем свое достоинство. Человек, который уходит из пути веры, он попадает в серьезные затруднения. Поэтому в этой ситуации оказалась вот эта семья. Посмотрите, что происходит дальше. Несколько ошибок, которые сделала Сара. Я хочу, чтобы вы увидели. Первое, это я уже сказал, это ее неверие. Второе, что она сделала. Когда ситуация сложилась так, что стало не лучше, а еще хуже, послушайте, что сделала Сара следующее. Она сказала так. В обиде моей ты виновен. То есть, она сказала, что все мои неприятности только потому, что есть ты у меня, Авраам, дорогой. Вообще, смотрите, почему Агар начала презирать Сару? Почему? Потому что та Агарь забеременела от Авраама. Но кто отдал ее Аврааму? Опять же, кто? Сара. Кто в конце оказался виновным? Кто? Скажите громче. Авраам. Послушайте. В своей неверности мы способны обвинять других. Хотя Сара пожинала результаты своих неправильных действий и своих ошибок и выборов. Я хочу, чтобы вы что-то важное поняли здесь. Она сказала, в обиде моей ты виновен. То есть, то, что происходит в нашем доме, в моей семье, это все твоя вина. Натура Адама в том и состоит, чтобы обвинять других. Но, слава Богу, в Библии нет служения осуждения. Люди обвиняют других, чтобы оправдать себя. В результате эти люди не в состоянии покаяться. Еще раз. В обиде моей ты виновен. Запомните, чем больше в человека есть склонность к тому, чтобы обвинять других, тем серьезнее проблема в его сердце. Еще раз. Чем больше у вас желания обвинять кого-то или других, это говорит о том, что у вас в вашем сердце есть серьезная, серьезная проблема. И чем меньше, тем вы вернее на пути к исцелению. Больше того, все, что человек оправдывает в себе, он его в себе утверждает и укореняет. Все, что произошло здесь, это было следствие их нетерпения. Итак, первая ошибка Сары. Сары, это ее неверие. Она не дождалась исполнения Божьих обетований. На основании этой главы мы находим, что план Божий был совершенно другой для этой семьи. И не Агарь, она была, можно сказать, да, Бог обещал им сына, но он не сказал, что это будет сын вам дан с ее помощью. У Бога был другой план. Но когда они сделали одну ошибку, смотрите, идет следующее. Это обвинение других в обиде моей, ты виновен. Ситуация в доме не исцеляется, а наоборот ухудшается. Следующий момент, третья ошибка, это притеснение обидчиков. Смотрите, что она делает. Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней что тебе угодно. То есть поступай, как ты хочешь. И смотрите, и стала Сара притеснять ее, и она убежала от нее. Кто убежал? Агарь. Смотрите, какая развязка, какая ситуация происходит в одном, в отдельно взятом доме. Та стала ее притеснять. Вам понятно, что значит притеснение? Вы попадали когда-нибудь в подобную ситуацию? Как вам кажется, Агарь правильно сделала, что она убежала? Как вам кажется? Вы молчите, но давайте порассуждаем вместе. Она, видя эту ситуацию, она убежала от нее. Первое, что я хочу вам сказать, смотрите, мы об этом будем говорить дальше, но вначале я хочу сказать, что я думаю, что вообще Агарь возле богатых хозяев было даже совсем неплохо. Потому что на то время Авраам и Сара, они были достаточно действительно богатыми людьми. Их семья и дом и быт были хорошо устроены. Они имели хорошее окружение и были неплохо защищены. Просто единственное, что она в этом доме была как служанка. Вы знаете, когда вы, например, служите кому-то, то я думаю, есть разница, когда вы просто кому-то послужили, неизвестно кому, какому-то чужому человеку. И есть разница, если бы вы, например, были служанкой, ну, например, в доме президента. Это та же самая служанка, но как-то почетно, правда? А не столько почетно, как вы имеете, благодаря как бы вашей работе, доступ к большому человеку. Так что-то подобное было здесь. Она, можно сказать, находясь в доме Авраама, она была благословлена через Авраама. Следующее, что я хочу сказать, когда мы совершаем какие-то ошибки, то мы непременно терпим от их последствий. То есть последствия в нашу жизнь придут неминуемо, потому что что посеет человек, то он и пожнет. То есть последствия неизбежны. Но человек опять что делает? Он пытается своей гордостью или насилием освободиться, выйти из этого тупика. То есть, получается, та проблема, когда пришла в дом, это была их вина. А как избавиться от проблемы? Ну, надо просто сделать так, чтобы эта горь убежала. И, казалось бы, развязка пришла. Но это не было, можно сказать, планом Божьим, чтобы все было именно так. Поэтому, если мы, например, попадаем в сложную ситуацию, послушайте, и если у нас нет чистосердечного покаяния и исповедания, мы только усложняем свое положение, хотя пытаемся выбраться из этой ситуации. Но есть совершенная воля Божья, есть выход и есть путь к исцелению. Каким же путем или что мы должны делать, чтобы действительно открыть для себя источник для исцеления? Смотрите, что написано дальше. «Путь к исцелению». «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне». Послушайте, «И нашел ее ангел Господень». В первую очередь, я благодарю Бога, что ее ангел Господень нашел. Правда? Когда она была в безнадежной ситуации в пустыне, ее нашел ангел Господень. Значит, это шанс, это Божье благоволение, это любовь Божья к ее сердцу, к ее душе. Слава Богу за это. «И нашел ее ангел Господень». «И нашел ее ангел Господень в пустыне». Вы знаете, что я, можно сказать, что я вижу здесь? Агарь, спасаясь от огня, попадает куда? В пламя, первое. Рыба, которая пытается соскочить с ковороды, она попадает на горячую что? Плиту. В чем здесь я вижу сложность? Что когда она приняла это решение, и она убежала от затруднения, она попала в безнадежную ситуацию, она оказалась в пустыне. Она думала, что это облегчает ее участь или ее положение. Но я думаю, как нетрудно ей было возле Авраама. Все же это было в несколько раз лучше, нежели безжизненная, что? Пустыня. Единственная надежда в том есть, что в пустыне уже некого обвинять. Но это слабое утешение для тех, кто оказался в пустыне. Здесь уже важно выжить. И нет никакого смысла обвинять других. Почему люди сегодня, многие оказались в пустыне, в духовной пустыне? Одна из проблем, почему люди попадают в эту ситуацию, это наше просто элементарное непослушание Богу, Его Слову и Его воле. Да, мы пытались свою ситуацию как-то исправлять своими планами, решениями и методами. Но, послушайте, если мы не подчиняем свою жизнь целиком и полностью Богу, нас ожидает эта пустыня рано или поздно. Пустыня, где совершенно нет воды. Смотрите, что говорит Библия на этот счет. Бог одиноких вводит в дом. Что это значит? Это символ защиты и уюта. Бог одинокого человека, несчастного человека, чтобы ему дать свои блага, он его вводит в дом. Он его оберегает, он ему создает нормальные условия для жизни. И послушайте дальше. А непокорные остаются в знойной пустыне. Пустыня. Она есть физическая и она есть духовная. Вы знаете, что есть скорби в нашей жизни разного, разного плана. И самое худшее, что происходит в нашей жизни, это то, что есть скорби, которые мы навлекаем сами в свою жизнь. Одно дело, когда что-то происходит, случается. Совершенно другое дело, когда мы сами затрудняем или усложняем свою жизнь. А почему это происходит? Потому что, еще раз повторяю, когда мы попадаем в какие-то затруднения, то вместо того, чтобы оставаться в них, мы делаем все возможное, чтобы эту ситуацию как-то изменить к лучшему. Но всякий раз, когда мы действуем по плоти, мы попадаем еще в худшее положение. А когда мы доверяем Богу и поступаем по духу, мы приобретаем внутри себя мир и покой, и выход из создавшегося положения. Поэтому я хочу, чтобы через это слово Бог принес в нашу жизнь исцеление и освобождение от жизненных пустынь. Смотрите, например, я приведу вам такой пример. Почему, например, дети убегают из дому или уходят из дому? Почему это происходит? В основном только потому, что в доме есть порядок и власть. Все. Я не знаю, например, как вы относитесь к тому, что происходит в вашем доме. А в каждом доме, где есть семья, там есть порядок и там есть что? Власть. И дети, которые вырастают, им это не всегда подходит и не всегда нравится. Они желают жить такой свободной жизнью, чтобы их власть или власть домашняя на них не распространялась. А если и распространялась, то она была минимальной. И каждый раз, когда они уходят из дому, они попадают в безжизненные пустыни. И рано или поздно они увидят, они будут это переживать, что совершенно уже нет никакой воды. Почему? Потому что они ушли от источников, которые приносят благословение и жизнь. Но Бог желает, чтобы в нашей жизни был его совершенный порядок. Еще раз читаю, и нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне. Я не знаю, как проходит ваша духовная жизнь, но я хочу вам сказать, что в этой главе заключен величайший, глубочайший смысл для нас. Всякий раз, когда вы попадаете в трудное положение в вашей жизни, вы ищете выход, и это нормально. Но когда вы действуете по плоти, вы закручиваете гайки, вы усложняете ваше положение, вам кажется, что вы на пути уже, двери для вас скоро откроются, но на самом деле они закрываются все лучше, плотнее и плотнее. Но каждый раз, когда вы доверяете Богу и поступаете по духу, вы видите решение, и вы видите выход. В этой ситуации, хотя бы взять пример или Сары, или Агари, они действовали по плоти. Вот, например, смотрите, поведение Агари. Ну, жилось тебе, о, врова, и живи себе спокойно. Смотрите, как часто мы реагируем, например, когда на работе начальство обращается с нами несправедливо. Ну, бывает такое. Одни люди возмущаются, другие люди уходят. Одни находят что-то лучшее, другие попадают в безжизненные пустыни. Все зависит, как ты реагируешь на ситуацию. Если твое соболюбие задето, и ты начинаешь действовать по плоти, то не исключено, что ты найдешь не лучшее, а худшее. Но, с другой стороны, когда ты смиришься, Бог тебя возвысит и сам выведет из затруднительного положения. Я понимаю для себя очень-очень четко, что Агари в доме Авраама было даже очень и очень неплохо. Да, чуть-чуть придавили, да, чуть-чуть обстоятельства изменились, но тем не менее, не было в том воли Божьей, чтобы она убежала. Она убежала, вырываясь на свободу. Она оказалась в безжизненной пустыне. И смотрите, что произошло дальше. И когда ее ангел Господень нашел, то он сказал ей, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда ты идешь? Она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал, возвратись и покорись ей. Очень интересное заявление, послушайте. В трудное время нам хочется, чтобы к нам обращался Бог. Правда или нет? Когда мы попадаем в затруднительное положение, когда люди к нам относятся несправедливо, нечестно, нам кажется, что Бог меня не видит, Бог меня не слышит, и я не знаю, какой выход из этого положения или из этой ситуации. И вот смотрите, когда ангел начал говорить мне, он сказал, откуда ты пришла и куда ты идешь? Как будто ангел этого не знал. Но он хотел, услышал от нее, почему, какая причина ее страданий, почему она оказалась здесь. И она говорит ему, я убегаю от лица госпожи своей Сары. То есть, другими словами сказать, моя жизнь невыносима. И я приняла единственное верное решение, я просто убежала из этого дома. И ангел ей говорит, возвратись и покорись ей. В трудное время нам хочется, чтобы нас Бог увидел и услышал. Да или нет? Скажите, пожалуйста. Да. И если это так, то когда он нас слышит, нам хочется, чтобы он нам что-то сказал. И нам хочется услышать что-то приятное. Не так ли или нет? Что-то приятное услышать от Бога. Если бы Бог сказал Агаре, Агарь, ты молодец, я думаю, что приняла ты правильное решение, беги, сколько можешь от этих ужасных людей. Действительно, они твою жизнь всю испортили, они твою жизнь отравили, ты сколько им служила, а вместо добра они заплатили тебе злом. Приблизительно, нам так хочется, чтобы Бог к нам говорил. Но что произошло здесь? Она услышала те слова, которых она меньше всего ожидала. Она услышала, возвратись и покорись ей. Вообще, для Агаре это было как приговор. Этого она меньше всего желала и искала. но почему-то Богу было угодно, чтобы она возвратилась в дом Сары, вернулась к своей госпоже, родила это сына и покорилась ей. Представьте себе, что в вашей жизни давно уже нету, в вашем сердце нет мира. Вы потеряли сердечный покой. Если он и посещает вас, то очень нечасто. Все это результат неправильных каких-то действий и решений. Все это деяния плоти. Пока вы доверяли в жизни вашей Богу и следовали за ее словом все в вашей жизни получалось, потом в какое-то время вы начали суетиться. Например, ну, например, вот какое-то одиночество, вот какой-то безнадежности. Смотришь, где-то жизнь устрояется, а в моей жизни ничего не получается. Да, Бог обещал мою жизнь устроить, но почему-то Он медлит. И мы начинаем что-то предпринимать и действовать по плоти. Всегда, когда мы это делаем, мы попадаем в рабство, мы попадаем в зависимость, мы попадаем еще в худшее положение, о чем я отчасти здесь говорил и читал. И когда мы попадаем в худшее положение, нам кажется, Господи, где же Ты? Неужели Ты не видишь со всех сторон меня не понимают? Везде я встречаю несправедливость, люди плохо ко мне относятся, вообще я не вижу любви в других. И вот здесь встреча с истиной, встреча с этим ангелом, который говорит, возвратись и покорись ей. Возвратись и покорись ей. И я хочу вам сказать, что иногда это сделать очень сложно. По-человечески, кажется, невозможно, но без этого и исцеление тоже невозможно. Почему? Почему? Потому что Бог, Он прощает, Он восстанавливает наш дух, но тот, что человек сеет, Он обязательно будет жать. И последний стих, и мы будем молиться. Смотрите, «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней с именем, «Ты Бог, видящий меня, ибо сказала она, точно я видела здесь след видящего меня». Я не знаю, какую ситуацию сейчас переживаете вы, я не знаю, как проходит ваша жизнь, но это был тот источник, который открыт был для Агарь. Ты Бог, видящий меня. Почему она бежала от Сары? Она понимала так, что здесь несправедливость в доме, а Бог меня не слышит, и Бог меня не видит. Если бы в ситуацию вмешался Бог, то Он бы всех поставил на место, а мою участь облегчил. Но оказалось так, что Бог желал поставить на место именно ее. И она узнала здесь очень важную истину. Это был источник. Ты Бог, видящий меня. Я хочу, чтобы сегодня этот источник открыт был для вас. Рано или поздно вы будете соприкасаться с пустыней. Рано или поздно вы будете встречать несправедливость и неправильное отношение к вам. Рано или поздно вам захочется куда-то бежать. И вы уже бежали. И многие из вас убежали достаточно далеко. Но если вы чувствуете, что вы оказались в пустыне, то сегодня для вас ангел Божий послан, чтобы сказать, в твоей жизни надо что-то исправить. И первое, что надо сделать, это возвратись и покорись ей. Во-первых, убежать от себя невозможно. И невозможно убежать от тех обстоятельств, которые поставил тебя сам Бог. По плоти это возможно, но это только усугубляет твою ситуацию и твое положение. Но доверие к Богу это твое исцеление и твой выход. Итак, ты Бог, видящий меня. Самое ужасное, что происходит в жизни человека, в жизни христианина, это то, что когда он попадает в трудные обстоятельства, он почему-то думает, что Бог его не видит и не понимает. На самом деле, когда еще Сара притесняла Агарь, оказывается, все это видел кто? Бог. Слава Богу! Вы верите в то, что вашу ситуацию знает и видит Бог, и то, через что вы проходите, вы верите это. И какой бы трудной она не была в вашей жизни, вашу ситуацию и ваше положение, видит Бог. И если это откровение придет в вашу жизнь, это будет источником исцеления и помощи, когда вы будете проходить через пустыню. Дьявол будет убеждать, что все для тебя закончено, тебя ожидает смерть, тебе осталось сложить руки и сказать все, но Бог смотрит за нами, Он наблюдает и Он открывает для нас свои источники и поэтому источник ты Бог видящий меня. Это так здорово в жизни христианина, когда это понимание приходит в нашу жизнь, тогда мы не растеряемся и не погибнем ни в какой пустыне. Слава Богу, пусть Бог благословит ваши нужды, ваши сердца и откроет для вас свой источник для вашего исцеления. Аминь. Мы будем молиться.